Первомайская демонстрация Многолюдной стала демонстрация в крымской столице. На улице Симферополя вышли около 100 тысяч человек. С подробностями из Крыма Николай Соколов. Так праздник весны и труда в Крыму еще точно не отмечали. Сегодня, например, в столице республики в Симферополе собрались тысячи людей. Кажется, что места на городских улицах явно не хватает. Обо всем по порядку. Видите, здесь очень много участников. Это и различные общественные организации, профсоюзные организации, любые предприятия. Очень много людей. Вышли на улице, как видно, здесь и молодежь. Причем многие пришли, говорят, по зову сердца. Но одно из самых центральных мест в этой огромной колонии жителей Крыма принадлежит, конечно, ветеранам Великой Отечественной. Сегодня они смогли спокойно выйти на улицы, кричать свои девизы, лозунги, одеть награды. Предлагаю послушать вот, что сегодня нам рассказала одна из участниц этого шествия. За 23 года, за первый раз мы видим, чтобы столько торжества было и чтобы столько народа было в этот день. В этот день обычно очень-очень мало было. Мы счастливы, мы рады, что мы с Россией. Насколько ветеранам сегодня свободно? Вы можете ордена носить легко? Да, мы свободно. Мы не боимся, что у нас их срывать будут. Потому что были случаи, у нас тоже были нехорошие поступки. Срывали медали. Лично у меня один раз вот эту часть, прямо несколько медалей сорвали. Но мы теперь уже с Россией. Россия нас защитит. Колонна должна была двигаться быстрее, но организаторы явно не рассчитали, что именно столько жителей города выйдет на его улицы. Даже боюсь оценивать количество участников. Их очень много. Дети с родителями, бабушки с дедушками. Как видно, например, вот здесь колонна из техники с ветеранами Великой Отечественной, о которой мы уже говорили. Но возле них находятся не только жители города. Приехали, например, байкеры. У них свой специальный заезд. Сейчас они поедут, но нам удалось пообщаться с ними до начала этого заезда. Вот что рассказал один из байкеров. Сейчас пока проезд по городу, потом встреча с друзьями, естественно. После обеда там, может, какие-то пикники у друзей, с друзьями. Естественно, очень рады, что будут ветераны, скорее всего. Первое мая. Это действительно в Крыму праздник весны и труда. Как видно, на улице вышли различные творческие коллективы. Сегодня здесь насыщенная программа. Будут выступать на площадях городов, в том числе и Севастополя, Симферополя. Видно, что принимают участие в этом празднике. И дети. Нужно отметить, что сегодня здесь будут различные программы. В том числе и российские песни будут звучать, и украинские песни. В общем, культура всех народов, которые проживают на территории полуострова. В том числе крымские татары также обещают показать свою специальную программу. Масштабы этого праздника очень сложно даже передать, потому как жители города, их очень много, сегодня делятся своими впечатлениями. В колонии особое место сегодня у тех, кто несет георгиевскую ленту. Нам удалось пообщаться с ними еще до начала мероприятия. Предлагаю послушать. Чувство гордости. Мы забыли дома. Что мы уже в России, что мы дома. Потому что там же, в Украине, творится насилие. Для Крыма сегодняшний праздник весны и труда. Особенно еще и потому, что именно эта, крымская весна, помогла полуострову вернуться домой на свою историческую родину. Праздник этот не только российский, но и международный. Сегодня здесь его будут отмечать с особым размахом. И, скорее всего, торжественные мероприятия продлятся и завтра, 2 мая, потому как многие участники сегодняшнего шествия, жители полуострова, собираются отметить этот день на природе в кругу друзей и родных. Ожидается, что многие поедут на шашлыки. Кстати, крымские места это позволяет. Здесь очень много территорий, где можно свободно отдыхать не только жителям, но и туристам. Ожидается, что именно первомайские праздники соберут здесь уже огромный поток и россиян из других регионов России. Николай Соколов, Юрий Маршин, Александр Фролов. Вести. Крым.